Добрый вечер, с вами город финансы. Минфин готовится выпустить народные облигации. Цены на жизненно важные лекарства повышать не будут. Рубль торгуется разнонаправленно к основным валютам. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики финансовая группа Сберегательный Союз. Сбережения под 19% годовых. Министерство финансов готовится выпустить специальные трехлетние облигации федерального займа для населения, рассказали российской газете в ведомстве. Фактически это тот же депозит, но не в банке, а в Минфине. Гораздо более выгодные, отмечают эксперты. Облигации для населения будут отличаться от классических ОФЗ нерыночным характером. Их нельзя будет продать, можно будет только предъявить к выкупу эмитенту, но не раньше, чем через год владения и только с условием потери части купонного дохода. Ставка купона будет сопоставима с обычными ОФЗ, а выплачиваться купон будет раз в полгода. По сути, речь идет о новом типе вклада, но не в банке, а в Министерстве финансов. Правительство отказалось повышать цены на жизненно важные лекарства, но при этом не откажется от регулирования цен на жизненно важные лекарства стоимостью до 50 рублей. Об этом сегодня, как сообщает РБК, заявил журналистом вице-премьер правительства Ольга Голодец. Цены на недорогие лекарства из списка жизненно необходимых и важнейших останутся на прежнем уровне. Ранее мы сообщали о том, что правительство может отказаться от регулирования цен на лекарства стоимости до 50 рублей и разрабатывает проект постановления, которое позволит оказывать отечественным фармкомпаниям, производящим такие препараты, финансовую поддержку. Рубль торгуется разнонаправленно к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком со 2 ноября, составляет 63 рубля 20 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на одну копейку. Стоимость европейской валюты, наоборот, выросла на 8 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 69 рублей 36 копеек. Это на тот день, когда я начну расширять производство. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. 8 800 5 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, красота – это богатство женщины, а богатство – это красота мужчины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова